Привет всем! Сегодня у нас обзор на старую коллекцию киндер-сюприза. И это была самая желанная коллекция моего детства. А именно коллекция, которая вышла впервые в Италию в 93-м году и потом в Европе выходила в 94-м. Это Львята. Тогда в детстве мне казалось, что это самые первые киндеры, самые ценные. Очень хотелось собрать всех львят. Ну вот, не знаю, почему так было. Вообще, первая коллекция, которая действительно попадалась в киндер-сюпризах, это была, думаю, как у большинства, коллекция пляжных бегемотиков. Вот она, да, в 95-96-го года. Но вот Львята были очень ценными тогда, казались. И все хотели их собрать, но купить их можно было только у кого-нибудь на рынке, да, с рук. Ну, не в яйцах, да. По крайней мере, в моем детстве я не помню, чтобы они попадались. Ну и что ж, вот такая вот знаменитая коллекция Львят. И давайте начнем с Львенка с топориком. Все время у меня он ломался, я его как-то приклеивал, пытался что-то делать с ним. Ну вот, очень классные игрушки, да. Вот у меня как раз итальянская версия. Это Витя Феррера, 1993 год. И очень хорошо сохранилась коллекция. Да, вот такой вот классный Львенок у нас с молотком. Потом шрифт тоже у меня был, шрифт, конечно же, куда без него. Вот такой вот у нас классный шрифт зубастый Львенок. Ну и, конечно, были замечательные игрушки. Тогда это было прям открытием в детстве моем. Да, очень хотелось их собрать все. Была у меня, конечно же, и вот эта вот девочка, которая в палатке спит. Ну, не в таком, конечно, хорошем качестве, как это. Это прям как будто бы только что ее из киндер сюрприза достали. Ну, очень классные были, классные были игрушки, думаю, вы согласитесь. Так, кто еще из тех, кто у меня был? Так, у меня был вот этот Львенок-поваренок, который супчик варит или что-то такое облизывается. Тоже у меня был. Ну, здесь, кстати, нет каких-то известных вариантов. Судя по каталогу, да, все игрушки примерно одинаковые цены. В районе 1 евро есть несколько вариантов по 1,5 евро. Ну, вот там просто отличаются с очком. Давайте вот как раз к этой игрушке перейдем, которая чуть дороже остальных. Разными цветами с очков отличается. Ну, ведь не намного дороже становится. Такого у меня Львенка, кстати, не было с очком. Тут он как-то так странно сделан. Да, поэтому у меня не было. Или как будто бы как-то не доделан немножко. Не досунут, да, видите, промежуток. Кстати, не знаю, может быть, это какой-то вариант на игрушка. Но вот не было у меня такого. Не могу сказать, является ли это нормой. Или все-таки это какая-то, да, какая-то необычная игрушка. Так, далее у нас вот такой вот Львенок, который у нас в поход идет. Тоже был у меня с рюкзачком. Тоже очень классный. Два пальца вверх держит. Победа. И это у нас шестая игрушка в коллекте. Был у меня и такой Львенок, который спит у нас на пеньке. Прилег уснуть с биноклем. Тоже очень хорошо сохранился. Игрушка с Италией. Хотя уже сколько лет-то? Уже 30 лет скоро как. Да, 30 лет этим киндером. И вот в таком они идеальном состоянии находятся. Так, спортсмен у меня тоже был. Вот такой вот накачанный Львенок. Тоже очень симпатичный. И, да, такая вот фигурка, да, ничего не собирается, ничего никуда не втыкается. Только вот сачок и зонтик. Львица с зонтиком такой никогда у меня не было. Вот такая вот у нас деловая. Куда-то идет, на пляж может быть, да, что-то несет с собой. И тоже очень-очень красивая игрушка. Ну и последний в этой коллекции у нас Львенок, играющий на балалайке. Тоже такой был у меня. Ну вот почти вся коллекция была. Наверное, четырех не было, да. И была, конечно, мечта собрать всю эту коллекцию. Ну вот удалось только через 30 лет это сделать. Ну что ж, по-моему, классная коллекция. Молодцы, кинды раньше были отличные игрушки. Ну вот сейчас становится тоже все лучше и лучше. Таким был обзор на старую коллекцию Львят 93-го года. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У нас еще много будет интересных обзоров новых и старых коллекций. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok